ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет. Захарченко. Захарченко ты? Нет, нет. Похож, похож. А ты? Я Гиви. Ты Хазбулатов? Я Гиви. Почему Хазбулатов давно умер уже? А кто ты, Киви? Захарченко не хотел тебя огорчать, тоже давно умер. Ты Киви? Гиви, Гиви, Гиви. А, Киви. Я мальчик и Гиви. Мальчик узнал меня. Ты фрукт, фрукт Киви. Гиви, Гиви. Гиви, Гиви. А Гиви тоже давно уже умер. Моторола, Моторола. А, ты уже грохнули всех. Грохнули. Не хотел тебя расстраивать. И Гиви грохнули, и Моторолу вашего грохнули. Откуда? А, ты, ты, расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне вот это, почему в Украине так много последователей Бандеры? Почему? Ну, потому что... Почему все фашисты, свастика, это... Я понял твой вопрос, я же готов ответить. И почему много последователей Бандеры? Объясню тебе. Потому что Бандера, это, наверное, номер один человек вообще, ну вот, более-менее современной истории, скажем так. Ну, хотя бы вот, давай прошлый век возьмем, да. Вот, который реально боролся за свободу и независимость Украины. Он очень много для этого сделал, на самом деле. Поэтому он герой Украины, понимаешь? А к нацизму он никакого отношения не имеет. Если ты этого не знаешь, очень печально. Почитай просто биографию Бандеры, и ты узнаешь, что он сидел в немецком концлагере почти весь период, всю войну практически. А почему на Майдане кричали, кто не скачет, тот Москаль? Почему такая... против русских так много это хейта было в 14-м году? До еще, до оккупации Крыма, так назовем, чтобы вам удобнее было. Да, да, могу легко ответить, конечно. Почему так было? Я же могу ответить. Да. Я могу ответить. Значит, это очень легко объяснять. Ответьте. Тем, что, значит, Янукович, это бывший... Ну, ты знаешь, президент бывший, три президента назад Украины, да? Я знаю. Он шел со своей предвыборной платформой, где было написано «Евроинтеграция». То есть, чтобы подписать соглашение о вступлении в Евросоюз. Евросоюз. Вот, а после того, как он пришел и уже собирался подписывать, буквально там через три дня или там через сколько дней, уже подпись должна была состояться, Путин послал своих бойцов, своих олигархов, которые дали ему там, ну, по разным источникам говорят, 3-6 миллиардов долларов. И сказал Янукович, не вздумай, для тебя это плохо кончится, если ты подпишешь, тебе капец. Понимаешь? То есть, Путин конкретно, в лице Путина вы, то есть, россияне, решили просто перекрыть кислород Украины. Ну и, соответственно, появились вот такие вот лозунги, что не фиксовать нос – чужой вопрос. В чужую страну, да? А вот говорят, что вот, то, что Украина – это просто марионетка, и давно уже управляют другие страны, и просто он не хотел бы, чтобы Евросоюз, если Украина вступила бы, даже на саму Украину как бы все равно, но просто там НАТОвские, чтобы там бомбы всякие, ядерные, стратегические, типа, Россия как бы больше переживала за свою сохранность, а нежели то, что она просто хочет сувать нос в дела Украины, потому что Украина-то рядом находится, и если там Евросоюз, НАТО, типа там все, короче, вот, что насчет этого? Я понял, очень легко отвечу. Значит, ты поймешь сам всю абсурдность вот этого твоего заявления, если вспомнишь, что и Финляндия, и Швеция вот только сейчас вступили в НАТО. И Путин даже не посмотрел в их сторону. Он слова не сказал кривого, хотя одна Финляндия увеличила границы НАТО с Россией на 1340, если я не ошибаюсь, километров. Это намного более мощная страна в военном плане. Так это же после войны будут. Что? Так Украина как бы бывшая СССР, а Финляндия, это понятно как бы. Какая разница? Если ты заикнулся о НАТО, какая разница? Бывшая СССР или не бывшая СССР? Что это меняет? А вот смотри, а Порошенко стал легитимным президентом в 14-сот тогда году, или он тоже что-то подкупил? Ну, слушай, конечно, легитимным. Он был всенародно избранным. И если бы он занимался подкупом, то он бы себе купил бы голоса на следующих выборах. Но, тем не менее, выборы были проведены демократическим путем и выбрали, как ты знаешь, Зеленск. А сейчас Порошенко где находится? Понятия не имею. Какая разница, где он находится? А от кого тогда Гиви, Моторол защищались, если там не было фашистов, там Донецк не уничтожали, не насиловали, там женщин не убивали, там... От кого они тогда защищали-то? Вот, слушай, а ты сам из какого города, кстати? С Москвы. Москвы. Смотри, значит, такой вопрос к тебе. Ну, сам я башкир сам. Я и слушаю сам. А ты говоришь по-башкирски? Сразу. Владеешь языком? Говорю свободно. Свободно разговариваю. Хорошо, молодец, молодец. Так вот, слушай, насчет Моторолы я отвечу тебе. От кого Моторол защищался, будучи гражданином Российской Федерации? Моторолы это гражданин России, который сунулся в Украину воевать против Украины. О какой защите? Ты говоришь, Моторол защищался. От кого он защищался? Он россиян. Какого хрена он пришел в Украину? Ладно, Гиви. Гиви. Гиви украинец. А, Гиви, нет, давай с Моторолой закончим. Значит, ты согласен, что Моторола захватчик? Он пришел защищать, наверное, тех русских, которые решили уничтожить до конца, которые были против той системы. Они были против Майдана, короче. Они были против переворота. Там же не вся часть Украины хотела в Евросоюз. Какая-то хотела часть. А какая-то, наоборот, хотела с Россией быть. Какая-то хотела с Россией быть, вот. И та часть, которая хотела с Россией быть, они не хотели шаг в Европу делать, наоборот, с Россией хотели, их начали, получается, истреблять. Вот те, кто были против, против Европы, они хотели за Россию. И вот тогда переворот случился. Кого начали истреблять? Как бы свой тоже переворот сделали? Кого начали истреблять? Начали, ну, которые хотели быть с Россией. Кого конкретно? А российских я не скажу, быть с Россией типа. Кто конкретно и кого конкретно начал истреблять? За желание... А что там в Донецке эта история была с аэропортом? А что было с аэропортом? Расскажи. А с кем там Гиви договаривался? А то, что, ну, там, украинские военные пришли, там, этот, начали что-то бомбить, там, что-то... Кого, кого, кого бомбить? Кого бомбить? Сомали. Мирных жителей Донецкой народной республики. А, понятно. А почему они не бомбили мирных жителей Харькова, например, или Киева? Ну, там было меньше пророссийских людей, а вот больше было именно в Донецке, в Луганске. Это ерунда, ты сейчас сказал полную ерунду. В Харькове было больше русское население, которое поддерживало Россию, в том числе и русский дух, так называем, больше, чем вообще во всем Донбассе. Русский мир, русское весно. Да? Русское весно. Почему-то Харьков не бомбили злые ВСУ? Почему они не бомбили Харьков? Или Одессу? Одессу почему они не бомбили? А живых людей сошли там в Одессе это было, или где там? Дом профсоюзов. Это кто сжег? Кто сжег Дом профсоюзов? Кто сжег Дом профсоюзов? Если ты откроешь, наберешь в гугле, да, наберешь события в Доме профсоюзов в Одессе, есть огромные фильмы, такие по 40 минут, по часу с чем-то. Там шаг за шагом написано, с кем это было спланировано, кем это было спровоцировано, вами, россиянами. Кто это прикрывал все? Почему шеф милиции на тот момент украинский, который должен был осуществлять порядок, почему он скрывается сейчас в России? Почему он убежал в России? Ты пойми, что вас зомбирует, ваш ящик зомбирует, а вы это все кушаете, как дети. Вы примитивные, примитивные, малосознательные устройства такие. Да, да. А вот реально интересно, вот мне реально самому интересно, почему не Харьков тогда бомбили в СУ, а бомбили тогда Донецк, если в Харькове было больше российских, как ты говоришь, про российских настроенных, почему? Очень легко тебе отвечу, конечно, очень легко. Почему именно Донецк? Очень легко тебе отвечу. Потому что бомбили не Донецк, а бомбили ваших захватчиков, которые вошли в Донецк. Вот в чем твое заблуждение. Слушай, у меня к тебе вопрос. Ты мне задал уже тысячу вопросов, теперь я тебе один вопрос задам. Значит, смотри, даже это не вопрос, а такой комментарий, может он тебя к чему-то сподвигнет, включить мысль какую-то. Скобеева два дня назад, ты это можешь посмотреть в интернете, найти без проблем. Какой-то у нее была встреча там со студентами, то ли МГИМО, ну какого-то, в общем, большого университета московского. И она там сказала конкретно, дословно, она сказала, объективной информации не существует. Это сказала журналист, у которой в обязанностях любого нормального журналиста в мире. Это есть освещение объективной информации, то есть без перевераний, без фейков. А она сказала, что объективной информации не существует и главное то, как ее подать. Понимаешь, то есть она конкретно, ну другими словами, она сказала, да, я вру, потому что я, ну а дальше там патриотические эти, потому что мы должны поддерживать Россию, да, я вру во имя России. То есть все, что ты мне сейчас мантры вот эти накидал, Скобеевские, это она тебе навешала лапшу. А ты, чувак, вместо того, чтобы уши вот так сделать, и лапша упала. Ясно, ясно. Вот. Нет, 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 почему? А почему ты думаешь, что я зомбированный, я тупой? Неужели ты не можешь додуматься, что я, может, прикидываюсь дурачком и так спрашиваю? Во-первых, я сейчас нахожусь в Москве, понимаешь, и как бы говорить, даже как бы, как бы я же не буду оскорблять, срать там, где кушаю, правильно? Я же так не буду делать. Это же логично, правильно? Плють, плють в колодец, которого я пить, я же точно не буду. У меня чуть-чуть голова работает. Теперь ты понимаешь меня чуть-чуть? Ну, ты знаешь, с одной стороны понимаю, а с другой стороны нет. Ты сейчас неправильно употребил. Смотри, плевать в колодец, да, ты сказал. Ты не хочешь плевать в колодец, из которого ты пьешь. Это значит, что ты боишься высказать свою мысль, что она у тебя таки существует, разумная мысль. Но ты ее боишься высказать, и поэтому ты поддерживаешь вот этот вот срач российский. Это не делает тебе чести, понимаешь? Да я не то, что... Я вот, смотри, я просто так скажу, я просто сам пацифист, я против войны. И я просто... Я хотел бы, чтобы просто все это кончилось. Я не знаю, я... Я просто скажу, я не могу не поддерживать свою страну, потому что это Россия, как бы... Как бы она ни была права... Вот сейчас скажу свою логику. Допустим, на улице мой младший братишка накосячил что-то. К нему пришли. Начали за него предъявлять. Я знаю то, что мой младший братишка не прав. Но я же за него же встану. Я за него встану. Я не буду смотреть, как его избивают там хуй. Хулиган. Да, он не прав, но что теперь? Его отдать, наверное, в серзание? Нет. Это как в фильме, как в Трое, когда вот Гектор ступился за своего младшего брата. Хотя он знал то, что он не прав, но он пошел на верную смерть. Это примерно... Я такую могу аналогию провести то, что тут... Тут, возможно, мне похуй. Тут уже просто информационная война идет. Я просто говорю, я как бы буду топить за свою страну, потому что я тут живу и как бы... И мне невыгодно было бы, если бы, допустим, Россию захватили бы мою страну, и я стал бы рабом, или меня убили бы как бы... Я это понял. Естественно, я буду, я потрет своей страны. Я это понял. Дай тебе отвечу. Ты много говоришь слишком таких, пустых слов. Я понял твою мысль. Я тебе отвечаю. Значит, смотри. Во-первых, речь не идет о захвате твоей страны, естественно. И ты, как человек, ну, наверное, все-таки не самый глупый. Ты понимаешь, что твою страну никто не собирался, не собирается захватывать. И нахер она никому не нужна. Потому что страны нормальные, типа Америка, Европа, там большинство стран цивилизованных, они не являются дикарями, как ваша страна. Это первое. И второе. По твоей логике, да, ты привел там с братишкой, что его там начнут избивать. Речь же не идет об избиении. Просто можно признать, да, он не прав. И существует закон, например, какой-то. Он по закону должен ответить. То, что ты сейчас сказал, можно соотнести с гитлеровской Германией. Когда, например, были там люди, антифашисты внутри Германии. Значит, ты сейчас считаешь, что антифашисты, которые боролись с гитлеризмом и с нацизмом, были неправы. Потому что они пошли против своей власти. Не против своей страны, а против своей власти. Ты путаешь понятия. Опять же, тебе Скобеева вбило, что Путин это и страна, Путин это и власть, Путин это ваш бог и царь. А вы никто, все остальное. Вот из чего ты исходишь, понимаешь? А что ты можешь сказать? Я вот спрошу некоторых деятелей, про них мнение просто кратко. Что ты можешь сказать про Илью Яшина? Илья Яшин политический заключенный, которому дали, если я не ошибаюсь, 7,5 лет. За то, что он огласил свою позицию, что он против войны. Вот и все, если в двух словах. И что, думаешь, хорошо в тюрьме сидеть? В тюрьме сидеть плохо. Но человек, у которого есть набор морально-нравственных ценностей и качеств, который себя считает человеком, у которого, грубо говоря, есть совесть, он жертвует зачастую и свободой, а иногда и жизнью, как Навальный. Навальный очень неоднозначная фигура для Украины. Но Навальный боролся с этой властью, и власть его убила. Он предполагал такой исход. И ты это, я думаю, сам знаешь. Когда он вернулся в Россию, он предполагал такой исход. Когда он вел по-бунтарски себя в тюрьме, не стал там поднимать лапки вверх и говорить, извините, ребята, я не прав. Он понимал, что это может быть. Так вот, для него это было важнее, чем продать свою совесть и наступить на свои моральные принципы. А ты можешь что-нибудь рассказать про Кирилла Буданова? Я не знаю вообще, кто это еще такой. Что тебе рассказывать? Открой его биографию, почитай. Как он вообще таким стал? Каким таким? Ну что-то он же с ЦРУ работал, нет? Буданов с ЦРУ работал? Или нет? Слушай, я понять не имею, но я думаю, что... Нет, Буданов с ЦРУ работал. В ЦРУ работал, Буданов? Нет. Буданов это украинец, гражданин Украины. Он не мог работать в ЦРУ. Кто тебе сказал такую лапшу? Кто тебя навешал? То, что он сотрудничает с ЦРУ, я надеюсь... Теперь тебе так написано. Я надеюсь... Слушай, я надеюсь... Что, прямо написано, что он работал в ЦРУ? Прямо в штате ЦРУ? Нет. В связи имел что-то написано. В связи? Ты молодец. Я наоборот. Я наоборот за то, чтобы и Буданов имел, и Малюк, в общем, все разведывательные службы Украины, чтобы они имели как можно более тесную связь с ЦРУ и с другими секретными разведывательными организациями американскими. Я, например, только за это. Если у него есть связь с ЦРУ, то, блин, ему еще больший респект, понимаешь? Чем сейчас. А сколько веток метров в Киеве? Понятия не имею. Я живу в Калифорнии. А вы не есть? Нет, я живу в Калифорнии. Я сам родом из России. Я родом из России. Я вообще к Украине. По большому счету, никакого отношения не имею. Прямо. В Калифорнии сейчас жарко, да? Да, да. Началась жара уже конкретная. А как тоже в США переехать, так же жить? Чем нужно зарабатывать деньги? Как мне начать деньги зарабатывать? Есть очень много роликов. Если тебе это реально интересно, открой на Ютубе, как переехать, жить в США. И там выйдут, наверное, сотни роликов, где ты можешь подчеркнуть для себя полезную информацию. Вы во сколько лет эмигрировали, просто интересно, честно. Нет, нет, я тут не беседую на личные темы. Я не беседую на личные темы, поэтому... Хорошо, хорошо. Хорошо, 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 окей. Ладно, слушай, давай... Ну, что скажу. Интересно было... Ну да. Спасибо вам. Давай, давай. До свидания. Успехов тебе. Пока, пока. Ну, вы знаете, друзья, мне тоже было очень интересно, на самом деле, поговорить с этим башкиром. Очень здравые мысли. Если бы не его заявление, что надо идти за свою страну, типа, там, до конца, вне зависимости от того, права она или нет, то вообще бы ему цены не было. Вот, ну, может быть, он это сказал именно в связи с тем, что понимал, что все, что он сказал, может быть оглашено. Вот. Поэтому я его за это не виню. Но, смотрите, человек умеет вести разговор. Правда, задержка у него в видео и звуке была там огромная. Секунды в четыре, наверное. А то и в пять. Вот, ну, неважно, его было хорошо слышно. И сам диалог мне с ним, например, понравился, потому что, ну, по крайней мере, вы знаете, специально он задавал эти вопросы или нет, но в результате ответов, которые я ему давал, да, он же с ними соглашался, так или иначе. Точнее, он даже с иронией, когда я упомянул Скобеев, он, да, он все понимает. Человек все понимает. К сожалению большому, он ничего особо для этого не предпринимает для того, чтобы с этим как-то, ну, не мириться, скажем. Вот это, да, вот это его очень большой минус. В остальном, ну, в остальном, знаете, похож на человека с определенным количеством разума. Напишите, что вы о нем думаете. Мы, я в том числе, ну, мы, мы, конечно, мы все с удовольствием почитаем комменты. Более того, друзья, вас призываю, читайте комментарии друг друга. Я читаю большинство комментариев, и мне очень нравятся многие комментарии. Я много из них беру, дополняю свой кругозор, дополняю там широту своих взглядов на определенные вещи. И вам рекомендую тоже. И когда вы читаете чьи-то комментарии, если они вам понравились, ставьте лайк на комментарии чьих-то. Это будет приятно человеку, который написал правильные вещи. Это будет стимулом для того, чтобы мы с вами вот в правильном русле шли. В правильном вот с нашей общей точки зрения. Не значит, что моя точка зрения правильная, а все остальные должны за мной следовать. Ничего подобного. Ничего подобного. Приветствуется плюрализм мнений, приветствуются разные мнения. Ну так, чтобы, ну, как минимум, чтобы они были в логическом, разумном русле. Вот это, это как бы, я считаю, все-таки необходимо. Что вы думаете по этому поводу, напишите, друзья. Ну и все, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok